Вон он, разрыв Донецк уже привычно встретил Сергея Пасадцев канонады разрушенными зданиями Все районы, в том числе Петровский и Киевский, практически стерты с лица земли В некогда большом городе почти миллионники остались самые стойкие Порядка 700 тысяч жителей Как рассказывает Денис Охромкин, на улицах никто не разговаривает, все внимательно слушают Звуки работающих градов давно различает даже ребенок Если услышал характерный свист, у тебя есть секунд пять, чтобы добежать до укрытия Засыпали и просыпались мы под звуки канонады и артиллерии Донецкой Народной Республики И также артиллерии украинской армии То есть никакого расписания, естественно, нет Бывают, наверное, какие-то перерывы больше днем Начиналось все с утра, с раннего и поздним вечером продолжалось с новой силой В этот раз наши тоже попали под австралию чудом Не пострадали на память об Австралиграде, остался вот такой вот осколок На Донбассе сопровождают Сергея Посадские гуманитарные грузы И заботятся о жизни людей, их доставляющих, Владимир Николаевич Лещенко Именно он потом в видеоотчетах Дениса, в том числе и на нашем канале, вводит жителей Сергея Посада в курс дела Владимир Николаевич, депутат парламента Новороссии Говорит, что помощь нашего города очень важна Отличный 12-кратный бинокль И вот этот дальномер Очень удобно в использовании Вот сейчас мы находимся на позиции Вот, идет бой И мы занимаемся определением точек работы укроповской артиллерии Вот нам большую помощь в этом Эти приборы очень оказывают большую помощь Поэтому большое спасибо всем людям И непосредственно Надежде с супругом Вот, за эти, так сказать, очень дорогие для нас подарки Очень нам нужны Спасибо большое А еще в Донецк, Луганск и Краснодон Последние два города стали уже привычными пунктами Гуманитарных экспедиций Сергея Посада Были привезены несколько тонн лекарственных препаратов Продуктов питания и теплой одежды В сборе груза приняли участие Общественная организация боевое братство Жители города, предприниматели Все посылки развозили адресно Одну из которых доставили в отред спецназа Донецкого ГРУ Там же познакомились с уже ставшими легендарными командирами ополчения Моторола и Гиви И на отдыхе, и в бою они не унывают Заражая оптимизмом всех вокруг Моторола это наш, русский, он с России А Гиви это местный житель, да, зовут его Миша Это ребята, которые, скажем так, сейчас являются героями Донбасса Они защищали Славянск, они защищали Краматорск И в общем, о их геройствах ходят легенды И в принципе, в принципе, вот ту неделю, которую я пробыл вместе с ними Действительно это в хорошем смысле безбашенные люди И на таких будет держаться Донбасс очень долго И я думаю, что они победят в этой войне Потому что они действительно стоят за свою землю Следующую поездку на Донбасс Денис Ахромкин планирует на начало декабря Там по-прежнему необходимы продукты, медикаменты, теплые вещи, предметы гигиены Пункт приема гуманитарной помощи в Сергиевом посаде все тот же, ГДО на ферме Телефон Дениса Ахромкина 8 926 379 49 34 Редактор субтитров А.Семкин